Насчёт этого я бы сказал, да не знаю. А вот то, что я прочитал, то скажу. Замечательно об этом пишет Игнатий Бринчанинов, на которого особенно обращаю ваше внимание. Он об этом пишет, что когда полное нечувствие, когда сердце как каменное, более того, это сердце каменное, это ещё ладно, это ещё не вопрос не совсем, а когда сердце против, потому что мне хочется вот это, а я знаю, что это грех. А как теперь я буду молиться? А тут что делать? И вот он пишет. Он пишет, что, оказывается, самой ценной в духовном отношении молитвой человека является та, когда он молится без всякого сочувствия сердца. Молится только умом. Причём если при этом мешает мысль, мысль о том, какая мысль, вот та греховная, что мне хочется, и я знаю, что я согрешил, я грешник, и, к сожалению, не имею пока сил, ну, иначе жить, надо хотя бы не вспоминать об этом, но молиться Господи помилуй. И он пишет, Игнатий Бринчанинов пишет, что если человек вот так усилием ума будет молиться, он говорит, то через некоторое время происходит, ну, буквально чудо. Господь вдруг даёт импульс сердцу, и оно из камня превращается в живой, животрепещущий орган, который весь так же вместе с умом обращается к Богу. Самая, оказывается, ценная молитва не тогда, когда у меня душа горит. Тут-то чего? За столом мы все друзья. Друг познаётся в беде, и здесь познаётся верность человека Богу не тогда, когда душа горит, а тогда, когда вся моя душа против. И вот здесь покажи верность Богу. Господи, я верю Тебе, помилуй меня. Вот как надо. Это очень-очень важно, это знать. Поэтому надо использовать этот момент, слышите, использовать этот момент, когда душа молчит, как камень, чёрстый, как ледяшка. Здесь использовать момент, чтобы показать свою верность Богу. Дай Бог, чтобы мы всегда так делали! АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Анатолика